Привет! Всем привет! С вами Федор Поэтов ТВ канал. И вот мы сегодня беседуем с Косантин Пиром, музыкантом, композитором, автором текстов. И мы решили в такой неформальной обстановке встретиться и обсудить его творчество. А ты давно занимаешься музыкой? Да, я занимаюсь уже где-то в 2008 году. А сколько ты прибил? 5 лет, 6 лет? Ну это уже, получается, уже где-то 15 лет. А вот я, как ты учился в музыкальной школе или что-то, а как ты в музыке учил? Не, я в Мирс. Говори, в конце концов, нормально! Ты же нормальный рок-музыкант! Какого хер ты в тень залез? У тебя прекрасная музыка! Я все равно твои клипы, в котором ты снимал, твою музыку посмотрел. Почему ты уходишь в тень? Почему ты в эфир не вылазишь, мать твою? Почему? Ну, а вы попробуйте сами вот так. Смотрите, попса кругом затмило все. Чего еще говорить-то? Попса, попса. Как говорится, сложно выбраться. Тянешь, тянешь и ничего не получается. Выкидываешь свое творчество, просто плюют и все. Ты халтуришь, ты должен писать музыку с радовешкой. У тебя прекрасная музыка. Ты должен рваться так зрителю. Какого хрена ты сидишь, что это дело-то дали? Как это называлось ваше? Вот я смотрел клип вас. Как это называлось, который была? Экспансия. Как? Экспансия. Экспансия. Хорошие тексты были, политические такие, вообще ярые. А сейчас ты чуть-чуть начал там увидать. Это мы, наверное, начали уже прогенаться, прогенаться. Как пел Макаревич, мы стали прогенаться под это все дело. Не помню как. Ты молодой, еще какой-то прогенаться. Тебе рано прогенаться еще. Тебе рано еще прогенаться. Ну да, наверное. Наверное, надо быть резвее, побыстрее, как говорится, все это делать. Наглее, наглее. Надо быть наглым, наверное. Ну вот что-то как-то... Надо найти таких людей, которые надо будет тянуть. Таких же наглых найти. Ну, сложно. Убери в себе, вот если ты хочешь добиться успеха в России, убери всю эту свою интеллигентность, застенчивость и соответствуй своей музыке, которую ты писал. Вспомни свои корни вот эти музыкальные, когда ты был лохматый, вот ты в черных очках. Я смотрел твои клипы, я просто потрясен был твоей музыкой. Прекрасная музыка. И вдруг Костя оббирает. Я сейчас смотрю, Костя, думаю, идем кто-нибудь. Костя, почему ты уходишь с арены сходишь? Ну, я не знаю, меня что-то на лирику потянуло и все. Ну, а чем это вызвано? Что тема? Я не знаю. Наверное, захотелось мелодий каких-то. Мелодий нежных. Я, может, подумал, что народу надо найти больше таких нежных мелодий, любви. Ну, в этом весь рациональное зерно. Я с тобой не могу против этого спорить. А может, там связано что-то с дочерью тебя родилась, а с дочерью тебя прекрасно. Может, с этим связано тебе? Ну, я не знаю, есть ли, как говорится, цепь этих моментов. Просто, может быть, я просто, наверное, достал свои старые вот эти тексты, которые, думал, что никуда не пойдут, и я решил их попробовать. А может быть, это связано с тем периодом, то, что я остался один, и под гитару я просто те песни я не приемлю. Сейчас я один, на гитаре какая-то, на гармошке, я не знаю, я как-то не пробовал. А у тебя с собой, да? Нет, не с собой. Забыл. Но ты врежешь туда все, сделаешь, да, поставишь клипы. Я тебя прошу, я обращаюсь ко всем зрителям нашим. Вот у него есть хорошие наработки, просто пусть врежет, и чтобы люди тоже увидели. Наши зрители увидели эти хорошие вещи. Скажи, пожалуйста, а что у тебя по текстам, скажи мне, пожалуйста, по текстам. У тебя сейчас содержание, какое сейчас основное, что тебя сейчас мучает в содержании? Я не знаю, у меня, наверное, настал кризис, у меня что-то все остановилось. Не пишешь, ничего сейчас? Сейчас ничего не пишу. Может быть, это связано с тем, что сейчас лето. Такого херного мы тут снимаем, интервью берем, если ты не пишешь. Сидеть и писать, должен работать над собой. Сейчас я только в студию заседаю тогда уже. Сейчас, честно, другой формат. Формат не написания, а то, что у меня написано, наоборот, это... Монтировать уже, да? Да, да, именно швырнуть, швырнуть песню на студию. Мы сейчас как раз... Я сейчас говорю с Алексеем Страйком на его студии. То есть это гитарист группы Мастер легендарной группы Пилигрим. Вот он мне помогает записывать песню. То есть у меня такой творческий дуэт у нас получается, да? Ну, как дуэт, он там больше как звукорежиссер. Просто это человек, который, как говорится, ну, от бога может сделать хороший звук и записать именно так, как надо. Несмотря на то, что он играет трэш там и так Алексей Страйком. То есть ты считаешь, что на тебя зря наезжают, да? То есть ты как бы... Не-не-не, это как в анекдоте. Нет, пока пинка не дашь, не, поэтому надо. Может, я слишком расслабился. Как расслабился. Ничего себе, ничего. Ну, ты что-то писал, что пишешь сейчас-то, меня извини. Но, друзья мои, он писал такую музыку прекрасную и пишет сейчас. Вот я посмотрел на него, но это... Я просто к нему очень хорошо отношусь и как к музыканту, и как к автору текста. Поэтому я так по-отцовски с ним немножко это дело. Вы меня не принимаете это дело, что я вот так критикую сильно. Просто Костя, надо разбудоражить немножко. Взять его и разбудоражить. Да, Костя? Ну да, наверное, как Мюнхгаузена из болота вытащите за волосы. Нет, ты сам себя вытаскиваешь. Это не моя профессия вытаскивать. Моя профессия вот с тобой тебя со зрителями пообщаться. Понимаешь, в треугольнике вот. Один волосы на тебя делаешь. Костя, скажи, пожалуйста, еще просто ты. А твоя семья? Или ты вообще полностью в одиночестве находишься? Как это костюм следует? Ну, если взять творчество и семью, то, наверное, я все-таки один это все делаю. Как одинокий в голову. Такой у тебя стиль такой. Да, да, да. Я, наоборот, ухожу, убегаю там, как бы закрываюсь где-то в комнате и никого не отпускаю. Ничего не мешаю. А у тебя вот крестные верующие, да? Вообще, этот вопрос сложный. Я, конечно, из всех религий, наверное, самая такая, я православный, самая нормальная. То есть для меня, по моим понятиям, это самая близкая мне религия. Да, но я не скажу, что я посещаю вот цех и так далее. То есть она вот есть в душе и я вот в этой, то есть я не хожу по... Все равно, если только, может, по праздникам. Я скажу, а значки у деда креста это означает? Это просто так или прикол? А, это просто так прикол. Кто-то мне их подарил, а почему их не приклеили сюда? Ну, как я все-таки настойлер учился. А сейчас, а сейчас, а сейчас я делаю это все музыкой, скрипичными ключами, басовыми ключами и нотным станом заканчиваю.